Здравствуйте, дорогие читатели «Комсомольской правды» и зрители нашего телеканала «Комсомольская правда». Сегодня мы с вами находимся в Министерстве культуры Российской Федерации. И сегодня здесь произошло историческое событие – заседание по объединению Грушинского фестиваля. Для тех, кто следит за событиями, которые в последнее время огорчали любителей авторской песни, было некоторое размежевание на Грушинском фестивале. И вот сегодня собрались здесь Министерство культуры Российской Федерации Мединский Владимир Ростиславович, Азаров Дмитрий Игоревич, глава городского округа «Самара», Городницкий Александр Моисеевич, заслуженный деятель науки, академик РАЭН и многие другие, для того, чтобы решить проблемы Грушинского фестиваля. Потому что это действительно достояние российской культуры. И видеть, как оно на глазах рушится, это действительно больно. И если мы видим, что за это взялось Министерство культуры России, значит, мы понимаем, что это действительно очень важное событие. Итак, смотрите и слушайте это историческое заседание. Я хочу предупредить вас, что оно закончится хорошо. Оно закончится в пользу культуры. Как я надеюсь, по объединению Грушинского фестиваля, ну, как вы знаете, в прошлом году так получилось, что неформальная судьба занесла меня на Грушинский фестиваль, проходивший на двух площадках. И, в общем, многочисленные встречи с бардами, зрителями, участниками, учредителями фестиваля, представителями СМИ, все говорили об одном. Потому что как жалко, что Груша более судьбы и обстоятельств разделилась. Как было бы здорово, если бы снова она была одна. Более того, как было бы здорово, если опыт Грушинского фестиваля, рожденного на Самарской земле, мы смогли эту уникальную, исключительно российскую технологию, мы смогли потом развивать и в других направлениях, и в других российских регионах. Ибо проблем с рок-фестивалями у нас нет, даже с жаз-фестивалями получше, а вот с уникальным российским явлением, фестивалем авторской песни, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому, поскольку сознание, в общем, по сей день отказывается любить участников Грушинского фестиваля на своих и чужих, вот, все свои, мне кажется, было бы очень правильно, если бы мы поставили сегодня окончательную точку, много было предварительных переговоров, и объединились, вот, вернули так называемое единство по слову, да, если я Александру Моисеевича правильно цитирую, субсидирование разных начинаний творческих, как правило, делать это в следующей форме. Мы, вот, я вам расскажу, как это сейчас происходит, мы можем, конечно, придумать что-то оригинальное, происходит это в следующем образом. Существуют автономные некоммерческие организации, как правило, соучрежденные либо непосредственно министерством, либо одним из наших подведомственных учреждений, ну, например, Пасхальный фестиваль Геркиева, соучрежден Мариинским театром, нашим прямым подведомом, или Золотая маска соучреждена нашим подведомственным союзом театральных деятелей, подтверждена. И вот эти автономные некоммерческие организации получают субсидию министерства, получают субсидию региональных властей, как правило, в случае с Пасхальным фестивалем, например, это правительство Москвы, Белые ночи, правительство Санкт-Петербурга, Золотая маска, целый ряд регионов участвуют. Есть субсидии фиксированные ежегодные, есть, они собирают еще и спонсорские взносы, естественно, значительную часть их бюджета составляют, зачастую сильно больше половины. Но это обеспечивает стабильное финансирование, постоянно работающую дирекцию и регулярно проводящиеся мероприятия с тенденцией к расширению. Например, тот же самый Пасхальный фестиваль Геркиева в этом году проходил на 60 площадках в стране от Владивостока до Калининграда, а начинался всего лишь только с Москвы и Питера. Орган управления этих автономных некоммерческих организаций очень простой. Это правление, либо оргкомитет. Туда входят представители организации учредителей, они определяют, кто является президентом, лицом этого фестиваля. Геркиев, например. Кто является оперирующим директором подчиненным. Также правление назначает руководителя художественной части, кто отвечает за художественную часть, и кто отвечает за ревизионный контроль, потому что дополнительный контроль дирекции, чтобы там она не чудила лишний раз. Я предлагаю следующую в этом отношении, в нашем случае, следующую структуру. Николай Иванович, прошу вас тогда дополнять, если я что-то просто забуду, я нашу совместную позицию просто озвучу. Соучредителями выступает автономная некоммерческая организация Министерства культуры Российской Федерации, администрация Самарской области, администрация города Самары, затем Кельман Борис Рафаилович, либо как физическое лицо, либо как организация. Грушинский как второй фестиваль «Платформа», затем Хинштейн Александр Евсеевич, ну, наверное, как физическое лицо, но при этом мы понимаем, что вы представляете Единую Россию и Государственную Думу, мы на эту тему получили официальное согласование. Поляков Юрий Михайлович от пишущей общественности и литературной газеты, затем Городницкий Александр Моисеевич как физическое лицо, либо как юридический, как клуб «Бордовский», вы сами определите, и два представителя от бизнеса, постоянных спонсоров, каждый из которых подписывается тем самым под фиксированной суммой взноса, не будет платить, весело выйдет из нашего состава, выведем. Это хорошо, потому что, чем больше представителей бизнеса, они обычно лично распроверяют, на что тратить все их деньги. Это тоже дополнительный контроль. Для того красивая цифра в составе 10 человек. Каждый входящий вносит либо финансирование, либо права свои на проведение тех либо иных мероприятий, фестивальных мероприятий. Это оно называется условно «Грушинский фестиваль». Объединенный Грушинский фестиваль, объединенный, наверное, правильно Грушинский фестиваль. Далее я предлагаю обсудить фигуры президента, директора, руководителя ревизионной комиссии и руководителя художественного совета Николая Ивановича. И оргкомитет. Ну, собственно, оргкомитет, это вот эти 10 человек вместе. Да. Да. Если мы найдем полный консенсус, то мы договорились с Николаем Ивановичем, что будем сопредседателем этого оргкомитета. Будем нести личную двойную ответственность. Александр Алексеевич, как заместитель. Александр Алексеевич, как заместитель. Александр Алексеевич, да, поскольку там присутствует тоже. Хорошо, будет у нас замещать. Извините. Значит, уважаемые коллеги, Зверева этот, который комментировал мое выступление по Крыму, я против. Она извинится публично. Я против. С замом, ну, я ошибусь. А вот я такой же парк. Нет, с замом, это, извините меня, это уже ваш вопрос. Да, с замом это ваш вопрос. С директором я голосовать не буду. Все. Найдем консенсус. Все договорились. Так, я предлагаю... Мы сделаем и первым замом. Да. С директором я предлагаю тогда утвердить кандидатуру Кельмана президентом Городницкого руководителем художественного совета и передающего опыт постепенно. И преемником, преемником еще. Это и талант. Да. Как минимум 10 лет. Да. Волкова, если это действительно консолидирующая фигура, я вам виднее. Да. В качестве директора. И я прошу тогда в качестве руководителя ревизионной комиссии вот у нас Дмитрий Осипов, он не входит в правление. Поэтому он имеет возможность быть руководителем ревизионной комиссии и докладывать членам правления итоги финансовой деятельности. Информировать нас. Не входя в правление. Хорошо? Спасибо.